Девочки, у меня некоторые спрашивают, какую форму помады я пользуюсь. Хочу вам показать, буквально перед отъездом сюда в Америку я в Украине купила обалденную помаду. Сейчас я удобнее покажу, накрашу. Он не сушит губы, и когда высохнет помада, на маску не берется. Очень удобно. Ну вот она такая. Сейчас название покажу. Суперстайл Миллион Кисис. Ну просто обалденная. Если найдете, это я в Еве забежала на лету уже в последний денек и купила такую помаду. Такая довольная, я даже не знаю, когда закончится, надо быть. Номер вот такой вот, 224. Обалденный цвет. Обожаю эту рубашку. Тоже, естественно, рубашки надо покупать зимой, потому что летом они очень дорогие. Ну это я в Украине и покупала. По сезону они там 1500, а это за 400, по-моему. Вот этот пижак покупала в Украине. Прям как цветочная галерея. А это Сатур-Маркет. Рассады цветов. Это все для Нансато. Смотрите, как тут рассаду продают помидоры. И готовый помидор для такой подставки. Не надо подвязывать. И все готово. Одесса, тринадцать. Молотой дело. Тринадцать, девяносто шесть. Чветочек. В смысле помидорчик. И вот маленькие помидорчики. А здесь они по три сорок семь. А вот украинская поляночка. Наши цветочки. Я увидела вот эти цветочки. Помнишь точно, у нас есть такие. И само забываю название. Говорю, я на английском как. Говорю, петунья. Я говорю, о, рашен ту, петунья. Потому что мы одинаковое название. Английское и наше. На гербер. Гербер. Наши герберы. На английском гербер. Похоже на название. Бархатные листочки такие. Дести Миллер. Это называется. Миллер. Это очень классно. Это такая мебель для улицы. Это так, как корзины. В принципе, это тоже для улицы. Денадцать семь долларов. О, ну да, двенадцать семь долларов только. Мы вышли сейчас, сделаем на себе номер тоже. Поменяем. Выбираем герб. Цвет. Покажешь выбрать. Такой салончик. Может, такой же, брать. Или вот такой. В общем, наверное, малкой там остановлюсь. I changed my mind. Такой. Буду красить часы и ногти. Сейчас еще постою полчаса. И еще поменяю свое мнение. Что же выбрать? Вот этот. Или этот. Orange. Орбинок. Вот такой маленький салончик. Стижу под полной. Разборки. She calls me day and night. I'm sorry, girl. You just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Девчонки, ну что? Покупала я в маникюрном салоне. Сделала вот такой маникюрчик. Ну, не знаю. Они вообще не разобрались, что мне надо делать. Я просто хотела гель-лак. Они мне сделали акрил. Потом нанесли гель-лак. Потому что то, что в Украине у меня было сделано. Я когда выбирала этот свой белый цвет, девочка говорит, это вот надо вот таким. Носила мне, как основа. Вот основу нанесла. Говорит, вот это. Этот цвет. А здесь она попыталась, начала снимать. Говорит, это не акрил. Это какой-то другой материал у вас. В Украине, наверное, другие материалы. И говорит, ты так точно же хочешь сделать, как и было? Говорит, ну вот это снять, а новое положить. Я же не поняла, что она не поняла. В общем, нанесла мне акрил. Нарастила на мои хорошие ногти собственные. Которые я никогда в жизни не наращивала, а в Америке нарастила. О! Получи тебе. Маникюр 60 баксов. А если вот это то же самое оставлять, и только у корня ногтя добавлять, то это будет 45 долларов. Ну, в общем, или же полностью снимать. И один гель-лак. Это тоже в районе 45 долларов. В общем, вот это. Не делала, не делала. В Америке нарастила ногти. Получи тебе. Приз. Так что, девочки, вот это вот. Надо лучше учить английский. Это я себе говорю. Ну, или они так вот уж крик-кли-кликли, быстро все говорят. Я не разобрала. Мне-то Мария еще раз объясняла. Я, получается, не поняла, что там она мне дообъясняла. Ну, ничего, похожу теперь с такими акриловыми ногтиками. В общем, сделали мне, нарастили. Я их не собиралась наращивать, но они подумали, что я наращивала раньше. И хочу сделать то же самое. А-а, свет падает, вот. Представьте, приехала домой. Я там сидела, у меня разродился телефон. Зарядка была со мной. Я достала свою зарядку, там пока ждала Мария. Откнула свой телефон, заряжаю. Потом, когда меня позвали в маникюр, я отцепила от телефона и пошла домой. Приезжаю, зарядка осталась в том салоне. В общем, Мария уже позвонила, они завтра выходные. Придется в понедельник поехать. Ну, там у меня была запасная. Позаряжаюсь еще, я думаю, чем-то.